Послушайте, у нас такой сегодня ветер. Все время закрываются мои эти ставни. Кошка выйдет через три минуты уже дома, а то и быстрее, короче. Так задувает местовой. Где-то заливает, посмотрела там Россия, боже мой, на юге. Все заливает, а у нас высушит все этим ветром. Дождя нет, а мистраль дует. Сейчас вот он чуть-чуть успокоился. Сейчас как, задует в очередной раз. Все, пошло-пошло-пошло-пошло-пошло-пошло. О-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что делать, что делать? Ну что, ты уходишь опять, Коша? Коша, уходишь опять, ну давай. Ну смотрите, только я вчера произнесла, Мариса уже мне все приготовила. Вот здесь будет клубника. Кстати, хорошо, здесь защищено от ветра. Вот, а здесь уже будет моя капуста и остальное. Короче, осваиваем потихонечку. Послушайте, начинаем запахивать, когда за этим будем ухаживать, я не знаю. Ну послушайте. Ну на нашей стороне клубника не растет. Мы там уже испробовали все места. Вот, надо будет купить клубничку и съездить на ферму. Пусть работает. Я пошла заниматься луком-пореем, потому что он сегодня привезет мне еще одну посылку. Позвонила Натали и говорит, а вы что, не берете сегодня этот ящик с овощами, с зеленью? Я говорю, давай возьмем, у меня только остался лук-порей. Вот. Наши капусточки, наши эти салатики. Знаете, сколько у нас один салат стоит? Вот в последний раз мы видели в биологическом магазине 1 евро 90 сантимов. Так что, нужно все самим расти. Растить, потому что денег не наберешься это все покупать. А что, вот попробуйте вырасти салат. Вот мы говорим, дорого-дорого. А вырастить один салат не так уж и просто. Так, я вражей купила картошки, тоже будут сажать картошку. Вот. А я пойду сегодня, мне что-то сегодня не хочется. Я сходила только в теплицу, приоткрыла, там 32 градуса. Жарко моим перчиком. Уже завтра пойду в теплицу. Завтра мы должны привезти новые растения, вот там растения. Вот там небольшая посылка. Но тем не менее. И завтра мы должны поехать с это. А как же я поеду завтра, завтра посылка? Ну, значит, послезавтра поедем. Поедем в теплицу. Наталья сказала, у нее там есть на выброс цветы какие-то там, ну, растения. Я говорю, слушай, ничего не выбрасывай. Я сначала посмотрю, а то у меня много чего погибло. Я заберу. Она говорит, хорошо приезжайте. Съездил Морис к дочке в питомник. Привез там что-то, что они собирались выбрасывать. Я говорю, мы были когда-то вчера у них. Я говорю, ничего не выбрасывается. Я буду все забирать. У меня сад вымирает. Так, смотрите, новая у нас посылочка из овощей. Потом посмотрим, что там. Но я смотрю, что опять целый мешок этого шпината. Есть фенхель, смотрю, в этот раз. Ну, посмотрим чуть позже. Это что-то разгружает. Боже мой. Надеюсь, что там... Вон гереге? Са расембле патроу. У него дитежа. Она говорит, что са желе. И са клин в банк. На фи, она мальчик. Ну, вы, но, слушай, я вижу, или желе, или фольерантре. Цигарды, а вы комарбах? Мы окей. Бо, боже, это мера. Это как планты, у вас, мадоней. Так, ой, кискусе с этой фольер-ля. Сас или... Сабла. Сикламен. Ну, смотрите, вон, видите, сколько дали нам циней, этих геоцинтов, цикламены. Цикламены уже отсвели, но они такие маленькие. Я не знаю, я их куда-нибудь пересажу в землю. Вот, потом есть примула. Примулу я восстановлю. Посмотрите, сколько геоцинтов. Ой, это нарциссы быстрее. Нет, это геоцинты. Ну, они вот уже все цвели, но можно сделать целую поляну. Так, это можно восстановить. Всякие пансы. Вот это вот... Вот, как они все запыли, никакой леди. Только он и видан лео. Ле-кату-де-фнетра леба. Потом, смотрите, какая-то тут... Что это такое? Что-то такое? Гревия... Роза. Не знаю, что это. Не знаю, такая как елочка. Ну, короче, послушайте. Вот то, что они решили выбросить, они нам вот это все отдали. Ну, ладно, мы будем восстанавливать. Вот это вот деревце... Надо я Никой сейчас сфотографирую, отошлю ему, спрошу у него, как называется, чтобы хотя бы посмотреть. Вот, видите, один, два, вот, три... Меги! Мы чего, а тут касси? Вот это вот деревце, говорит, что это бунгавилия. Но оно, послушайте, и ветра боится, и... Вот странно, что оно... Так оно мертвое, не мертвое. Но вот там, смотрите, вроде бы как зелененькое. Ну, поставим, послушайте. Оно должно же уже, это... Быть в листочках. Уже компромпа, почему бунгавилия санфея. Моя кошка идет. А вон, смотрите, это, это, как Вероника, по-моему. Мы сасы морщили? Я не знаю, она мне сказала, но, ну, мы ле таяли. Мы сасы ли Вероника, кюжа вели? Ты тропыли на Жан-Жак и Мауфер? Если бы был, да, а Jin-Жак. Это точно. Если вы, Леон, вы вели фото, а... Они коу, продемонтируют, как они сапели, как они собраны. Ну, вот, короче. Ты продемонтируешь, изжигая же? Нет, было так много. Но и нет. Ну, вот, смотрите. Можно в бурбах. Наградили нас, короче. ну спасибо за это но сейчас посмотрим на весь мир вчера в эту витрюгу в этот холод сделал клумбу для клубники не знаю сколько туда поместится но что к 10 12 меня точно найдется переселить оттуда от дома у ля-ля но здесь послушайте надо сверху немножко земелька сыпать видите как он не сделал но он вообще турок мне нужна вот эта штука чтобы сверху положить чтобы трава не лезла он не взял это все зафиндячил под под эти бревна я убрала послушайте все мои пеларгонии спрятала и в подсобке занесла потом умеем и у меги они стоят во второй подсобке потому что у нас ее ночью обещали ноль вот они все практически на цвету у меня пеларгонии мне просто стало жалко тем более что совсем недавно их вытечила из теплицы они еще как бы не акклиматизировались на эту температуру вот смотрите здесь и сегодня не буду выносить я жду посылку сейчас должны привезти мне тоже с растениям от морис привез вот то что не жалко было выбросить людям тоже надо каким-то образом распределить вот поэтому пускай мои стоят пеларгоши сегодня еще здесь вот а завтра вроде бы как уже ночью такие 56 обещают я их потом вынесу вот мои хорошие так что мы сейчас уже меня белье достирается сейчас будем обедать и потом после обеда будем работать морис сейчас пошел сейчас нету еще на ткань натянет сверху на приготовленную землю я потом буду вырезать дырочки куда буду сажать и примут в эту вот уже луночку буду добавлять хорошую землю из пакета на потому что туда надо даже не три туда до 6 мешков земли чтобы прикрыть все это сверху поэтому сейчас земля такая послушайте дорогущая поэтому будем экономить дорогие мои девочки здравствуйте я вот выхаживала идею сделать лимон и кекс причем вчера я получила новую форму вот такую прекрасную это платиновый силикон вот его нужно смазывать только первый второй раз когда мы его используем в нашей жизни мне уже такая есть форма и потом больше масла никакой не нужно для смазки это вот такая вот марка ликью у меня есть несколько продуктов в этой фирме вот это пищевые пищевой силикон пищевой пластик здесь вот есть на русском языке форма приготовить изготовлены из платинового силикона сто процентов пищевого качества вот гибкая и не прибирающая не требует смазки жира за исключением пар первых использования вот и все короче стоит она 20 с лишним евро но они были на скидках 40 процентов и мне она достала за 15 чем-то евро смотрите короче рецептов куча у меня застоялся стакан кефира поэтому я сегодня решила что я буду делать с кефиром свой кекс и на растительном масле масло у меня девочки смотрите вот этот вот орех расширен называется на французском не могу вам сказать что это перевести так на на слуху вот нужно 3 лимона но я посмотрела несколько рецептов между нашими девочками и французскими рецептами и решила что у меня будет цедра лимонная у меня будет сок лимонный и у меня будут кусочки лимона в тесте вот и потом я еще 100 граммов сахара отмерила это уже из другого совсем другой оперы я тоже испеку этот кекс на французский манер это у меня будет глассаж глассаж ну такая поливочка да сахар с лимонным соком поэтому если 3 лимона мне хватит я возьму еще один лимон потому что надо 100 граммов 100 миллилитров сока на как бы глазурь вот и короче из сок лимона и этот и мякошь лимона то есть кусочки поэтому может быть с тремя лимонами я не обойдусь но у меня еще есть а яйца разделила в этом рецепте конкретно с кефиром не было указано разделяется ли яйца но в основном во всех рецептах разделяют белки желтками желтки вот видите я сбила с одной ложечкой чайной сока лимонного у меня к сожалению разряжается телефон он стоит на зарядке я не могу тут сильно манипулировать значит девочки мука муки у меня здесь 260 граммов всего то есть 100 граммов 150 граммов муки белой пены высшего сорта 100 граммов где-то 100 там 80 граммов муки полбяной грубого помола и 20 граммов кукурузного крахмала здесь у меня добавлена сразу щепотка соли здесь добавлено у меня чайная ложка разрыхлителя и получайной ложки соды но чтобы кефир гасился так понимаю все я приступаю так смотрите значит натираем с двух лимонов цедру вот этого я не умею делать у меня никогда хорошо не получается честно вам сказать такими бы я инструментами не пользовалась но может быть это у всех не получается короче не знаю как тут надо надо чтобы у нас было только цедра и ни в коем случае не это белая оболочка потому что она то нам и принесет горечь в нашу выпечку вот поэтому я вот своей этой новой штучкой сейчас натру меня есть такая специальная терочка если вы хотите такая длинная но я не знаю она у меня не работает не знаю почему меня не получается там натирать хорошо ну вот это один лимончик так и второй лимон у меня биологические если у вас не биологические лимоны девочки ну значит вы их хорошенько хорошенько два три раза вымойте хорошо протрите потому что там конечно обрабатывают всякой химией вы это все знаете вот этот вот видите совсем не хочет тереться ну ладно как получается сейчас я сколько выжималку достану достану из двух лимонов мне кажется будет маловато хотя в принципе у меня есть знаете что у меня вот что есть смотрите можно чайную ложечку добавить аромата лимонного вот так что все с цедры покончено и буду сейчас я выжимать сок так сейчас надо фотографию хоть сделать послушать телефон привязан конечно там вот видите я желтки отделила тут очень-очень удобно конечно выжимать сок так хотя у меня есть много разных приспособлений но все равно не с какими ковырялочками вот так это вот для быстрой вы для быстрого же выжатия там что-то меня надо добавить куда-то это хорошо но вообще конечно если мы хотим выдавить вес и хватит а сколько семечек такие семечные какие-то лимончики девочки кто выращивали семечек лимонных что-нибудь расскажите мне может даже было посеять как бы лимончик рос у меня как вы считаете но они же все равно они же все в этих питомниках мне кажется они все привитые надо попробовать вдруг что-нибудь вырастет хотя я очень сомневаюсь я вчера сусти вечером еще делала маникюр вот пришли с гостей ногти вообще нет нету времени на ногти у меня поэтому смотрела вчера передачу и слушала вот сейчас посмотрим сколько у меня получилось здесь этого сока потому что сок тоже понимается он такой лимон и очень разные есть такой выдавил там два лимона как и апельсины уже тебя там полстакана этого сока бывает такое что давишь-давишь никак не выдавишь так у меня здесь получилось 150 миллилитров прекрасно нет маловато сейчас выдавили еще один и один возьму тогда на кусочек мне же надо 100 миллилитров сока на этот как на глазурь на глазурь на глазурь так мои хорошие дальше все очень просто короче мы сейчас должны сбить желтки не знаю куда подключить мне этот свой миксер потому что телефон стоит на зарядке все мне мешает белки можно поставить в холодильник если вы не приготовили все остальные продукты ну вот у меня все приготовлено поэтому я не буду ну вот смотрите мы значит добавляем сахара по сахару у меня здесь 200 граммов сахара 100 из них сахар обычный песок и 100 граммов березового сахара или вот столовая ложка у меня сахара в этом добавлена сахар ванильный в муске так я добавляю лимонный сок оставляю вот 100 миллилитров я оставляю себе на глазурь а сока значит получилось где-то у меня здесь 50 миллилитров я буду пробовать потом тесто если мне не хватит кислоты я добавлю тогда вот эту эссенцию девочки можно просто эфирного масла даже добавлять и в лимоновый если она у вас биологическое такие почти запахи сразу добавляем кефир ой мне кажется кефира вообще много ну вот у меня был ровно стакан и мне он уже такой стоит стоит я уже думаю не не надо мне его это использовать так девочки добавила муку взбиваю так добавляем масло так мои хорошие я попробовала тесто ну вы знаете я хочу сказать что лимона не очень то и слышно сейчас вот я добавляю кусочки лимона еще раз перемешиваю и добавляем цедру лимона послушайте потек у меня тут лимон прошу прощения вот цедру лимона цедру лимона я тоже добавляю но я чуть-чуть оставлю на посыпочку сверху на глазурь кстати вот можно биологических корочек лимона насушить и перемолоть в этом в миксере ну миксере в кофемолочке и потом сверху чуть-чуть тоже присыпать тоже будет чувствоваться этот лимончик ну конечно тут на такое количество тесто тесто какое-то жидковатое мне кажется вот у меня такое впечатление что она жидковатое но послушайте я же не буду добавлять муки а потом она станет какое-нибудь тугое правда же три яйца крахмал мука ну послушайте должно же она это как говорится выпечься будем пробовать потом у меня есть рецепт значит а в белочке вмешиваем белки в одном направлении то есть не мешаем абы как вмешиваем аккуратненько тогда они останутся такие воздушные вот в этом рецепте друзья мои 360 граммов сахара мне кажется это ошибка или опечатка ну если 260 еще куда не шло 160 может быть и маловато хотя есть рецепты у меня вот есть рецепт французские атома от великого кулинара я его сделаю в следующий раз но там видно будет небольшой объем потому что там там только масло сахар на 200 граммов сахара вот еще эта женщина она знаменитая у нас такая кулинарка она тоже делала по рецепту она бы что я перепробовала там кучу всяких рецептов этих лимонных кексов и они то сухие то они не сладкие то они там еще какие ну короче так себе знаете как вы чисто попробовать но не насладиться и вот она значит добралась до рецепта этого кулинара французского и она будет единственно потому что у нее кухня такая знаете сцена сцена это такая ну легкая такая на правильно она быть единство что меня смутило это 200 граммов сахара на 150 граммов муки там масла то где-то столько же наверное растопленная она будет но так как он проверенный типа специалист я ему доверяю вот если бы у меня не было ты сегодня этого кефира я бы сделала ее рецепт вот здесь сахара 360 граммов на 250 граммов муки мне кажется это очень много все эти 360 граммов это два стакана сахара на такой вот такой вот объем поэтому я я 200 граммов с учетом что потом этот кекс можно есть два варианта можно пропитывать сиропом лимонным заваривать сахар с лимонным соком а можно делать глазурь можно сделать и то и то но это будет за нато потому что в каждом дополнение есть по 100 граммов сахара поэтому я решила что я сделаю глазурь они пропитку следующий раз делаю пропитку но здесь вот он такой послушайте пушистый получается выпекать нужно 40 минут на при 180 градусов на вот пишут 40 минут и к духовку даже 170 градусов но это вот под который французский вот такой вот он здесь два рецепта вести сопра питочка есть это и вот видите здесь всего лишь 200 грамм сахара 120 200 грамм сахара 120 граммов масла 3 яйца 150 граммов в муки вот и этот растворитель разрыхлитель ну вот послушайте рискую но пропечется же просто же так придумывали и тут еще у меня если бы еще 160 граммов сахара сюда добавить было бы еще жиже правда девочки ну короче послушайте делаем эксперимент на месте со мной и потом я вы увидите я вам расскажу какой он будет будет ли он насыщенный по вкусу ну вот сейчас я попробую все таки но вот мне как мне лимона вот принимать вот лимон чуть-чуть только слышите я возьму рискну и добавлю вот столько это где-то не полная чайная ложечка получается так сейчас вот будет кислинка хорошо будет мне слушайте вкусно но там же у меня на ложке что-то осталось эссенция потому что вот ну вот я вот почитала рецепты понимаете такая разбежка идут в лимонах между одним с вами лимоном и тремя поэтому мне кажется здесь надо уже подбирать на кому что нравится у меня муж очень любит лимонный курд вот эти вот тарты что я делаю с лимонным курдом ему он обожает слушайте короче выливаю в новую форму надеюсь что мне все запечется по моим понятиям тесто немножечко жидковато ну послушайте как бы ни было здесь целый стакан кефира может быть 50 граммов муки и больше было бы то смотрите как жидко мама дорогая прям даже я переживала запечется ли будем надеяться правда же так сейчас я выскаблю это все подключусь девочки послушайте на вкус тесто просто офигенная я сейчас вот выскабливала мисочку и вот про эту форму это вот большой размер 22 сантиметра вот теперь жалею что купила потому что было только было 20 сантиметров и у него еще есть по по моему по 12 сантиметров и по 15 небольшой формы но у них нет вот этих вот понимаете вот этой красоты то есть когда ты будешь вываливать если бы я заполнила полностью но чтобы заполнить полностью это нужно делать двойной объем вот которые чуть поменьше у них нету вот этого вот бортика красивого но так я вот и подумал но я у меня в целях еще купить два маленьких таких ну чтобы много не делать вот половину порции раз и все все девочки я пошла в духовку у меня на сто восемьдесят градусов стоит пускай будет 40 минут я буду ставить потом будем проверять так мои хорошие прошло 40 минут сто восемьдесят градусов посмотрите какую красавицу меня здесь я его проверяю палочкой готов ли он нет девочка витя он не готов поэтому я сейчас с чистой совестью добавляющую в 10-15 минут вот тоже на сто восемьдесят градусов будет и это и потом будем пробовать еще раз вот я же говорила что мне как-то тесто показалось жидковато красотенькая согласитесь уже как красиво так мои хорошие послушайте это уже я третий раз его допекала ну такой какой то он влажный остается ну вот у меня еще будет восемь минут с этим сиропом ай 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 а вот даже не знаю я послушайте надо сейчас мне его перевернуть на а отстанет ли он если он такой не пропекся может развалится послушайте так послушайте я на сеточку его перевернула но красивенький получился конечно слов нету вот я сейчас я буду покрывать глазурью красота какая согласитесь такой поджаренный весь такой класс а там у меня клубничка стоит можно сделать такую красивую фотографию и вот глазури сейчас надо его помазать поставить духовку еще на восемь минут ну вот надеюсь что он дойдет слушайте ну прям вот я чувствую он он жидкий внутри я его буду ставить сейчас дожаривать еще в таком вот виде нет но он не пропекся может быть вообще никогда не пропечется слушайте что ж такое послушайте девочки я не знаю я уже просто в истерике хочу вам сказать потому что ну вверх будет гореть но вроде бы как такой ну чуть-чуть но все равно свежее но вот мне еще надо как по рецепту так еще восемь минут запекать эту такая система этого сахарной глазури когда мы ее вот не варим сначала а просто и вот так вот смазываем пирог и потом ставим в духовку и она начинает как бы кристаллизироваться королемизироваться вот и становится белой поэтому как-то многое конечно здесь у меня ее получилось ну вот и потом послушайте будет стоять будет остывать я буду надеяться что оно все стянется сиропа тоже конечно дофиге еще здесь на целый можно противень это все нанести вот короче я продолжаю там он капает мне на тарелку самое главное чтобы он получился вкусным все остальное уже там уже ерунда правда же так ну вот смотрите девочки я оставшийся сироп закипятила полила сверху конечно как-то он не получился у меня беленьким как бы мне хотелось и сахар как-то не кристаллизирует я сделала с водой который сахар разводила он прям белым становится на глазах а этот вот с лимоном видите не захотел ну вот этой вот посыпла цедры что я оставляла немножко я думаю что он остынет и он будет хорош уже вот красивый ничего не скажешь красивый но вот на запечь его было сложно послушайте я вчера так плакалась что не получился у меня мой кекс что он там это да он запекался я его запекала два-три а то и три раза но вот он устоялся он уже вечером какой же он был вкусный послушайте вот ну естественно что девочки и мальчики печь я часто это не буду потому что мне это нравится есть там калорий как ну вот сейчас кофейком все таки я съем кусочек ну вот дорогие мои прошло три недели я получила свою первую посылку с растюшками сейчас посмотрим что там вместе с вами так сказать честно я так немножко переживаю за эту посылку потому что шла надолго растения остались минимум неделю внутри этой коробки поэтому я так как-то переживаю так сейчас так есть мой список заказанного здесь немного здесь здесь два подарка даже три два подарка и остальное что я заказывала сейчас посмотрим о смотрите это все по 10 так хорошо дальше не болталась значит так здесь у меня три эфиноцеи пурпурных вот в этом мешочке три корешка вы знаете я что-то я вспомнила что-то я в прошлом году позапрошлом году я заказывала тоже корешками вот этот шалфей что у меня такой синим цветет который несъедобный и они мне прислали вообще три корешка такие были красивые их посадила они никогда не взошли вот все было отмечено палочками где их посадила так дальше здесь две каких-то герани голубых которые вот как бы стелятся на земле вот два корешка будем смотреть потом в каком они состоянии дальше это у меня должна быть тубероза нет это две цвета паприки два тысячелистника цвета паприки вот такая земля внутри неплохая ничего не могу сказать значит так тубероза где тубероза так вот три туберозы я их тоже тоже их посажу в это в отдельный горшочек как у меня в прошлом году ну вот я вот туберозу у меня зацвела она только на третий год то есть год она там что-то спала она выходила там зеленела но не давала цветов в прошлом году вот у меня которые стоят сейчас в теплице вот мне кажется они там немножко дали деток может быть я немножечко пересажу в другой горшок а эти посажу в тот ну посмотрим короче три туберозы и по-моему они парфюмезы перла перла но перла это цвет такой ну белый да наверное такой же как у меня и есть дальше я заказывала вот такой лук сивок красный наверное буду делиться с рожей потому что вот какой-то красный барон называется он такой будет чуть-чуть удлиненный лук практически уже можно сажать здесь пол килограмма так за лук платила 8,99 почти 2 евро так за эхинацею где у меня эхинацея за три корешка 4,39 но это все было на промосянах на распродаже туберозы 6,99 герань вот эта джонсон голубая за две штуки 6,29 на тысячелистник 6,99 редис да тут какой-то должен быть у нас редис двое семян я заказывала значит смотрите 50 длинного редиса редис был на скидках я его два заказывала 7,30 за два он на 50% так вот 50 делал наши кредиты стоят 7,58 второй был получился мне бесплатно и я заказала послушайте прям сегодня быстренько посею вот эти вот из бычье сердце такие знаете как перевернутые такие типа груши вот эта вот форма такие немножечко такие со складочками они мне обошлись курдебе у нее томаты 4,99 дальше мы заказали внимание надеюсь что не сломался росточек потому что прям лежит на дне коробки слава тебе господи вроде бы не сломался видите это девочки привитый мальчик и девочка с паренной киви вот теперь мне нужно искать мы его конечно сначала посадим в горшок у нас есть и земля такая специальная для растений среди динаморских для лимонов апельсинов там все что растет у нас здесь на юге да вот конечно же это пойдет в горшок я буду изучать это у нас потому что вообще как бы для киви нужно два растения мальчик и девочка иначе они не будут апелляться не будут плодоносить да то есть а вот это сейчас уже какое-то новшество и оно называется остинди астинди астинди колесиму мундиокис сулисиму колесиму вот в подарок платили мы за него семнадцать девяносто девять за этот росточек ну вот он сантиметров сколько тридцать сорок да ну хороший смотрите листочки такие славные как они вообще его так положили что я не знаю даже ни в какую бутылку нельзя этого не упаковали но могла же эта почка отвалиться только слава богу не отвалилась вот и у нас в подарок ну на этот заказ это такое было ну как бы приходил такой каталог да вот это мини это мини суриза мини черешня мини вишня я не знаю вот сюризье стела скион она будет маленькая ее можно выращивать в горшке тоже такой росточек видите это прививочка такой росточек ну тоже сантиметров сорок наверное вот послушайте я считаю что все дошло в хорошем состоянии посмотрим как будут браться корни дальше еще у меня подарок да получился это секатор вот я уже в прошлом году я от него имела тоже секатор секатор плюс вот эти вот перчатки перчатки вот мне были в прошлом году великоваты в этом году не знаю тоже наверное большие будут какой тут размер элька вот но тем не менее вот вот такой секатор и вот короче вот за этот двойной как бы два чего-то стоит 25 евро секаторы они дорогие слушайте я очень довольна что мне попался этот подарок потому что конечно секаторы быстро тупятся с тем количеством веточек которые я режу поэтому я и пока у меня еще мой режет я его трогать не буду пускай лежит вот про запас так что вот такая вот посылка обошлась нам шестьдесят четыре евро но с учетом что это подарок ла 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 редиска половина цены мне кажется цветочки тоже немножко были там уценены вот такие дела мои девочки это моя первая посылка я довольна теперь осталось только пожелать чтобы все это росло так все что касается посадки это все нужно замочить все корешочки замочить и посадить вот так так что с почином с почином слушайте перевели же у нас время вот уже пол восьмого еще на улице светло посадили мы с мужем сегодня перенесли всю клубнику но у меня там еще наверное осталось может быть десять маленьких которые такие чахленькие но здесь около пятидесяти вот пье пье это как ну пьеса ну короче пятьдесят штук где-то вот я думаю им здесь будет хорошо уже если здесь уже клубника не пойдет ну тогда уже извините это последний раз что мы что-то делали там короче полно там и навоза и земли и чего там только нет и компоста и земля из мешков каждую луночку подсыпали вот так что будем надеяться так что я пошла слушайте устала как собака я не собиралась сегодня это клубнику сажать ну Мария говорит давай сделаем я говорю ну ладно сделаем ну тут уже и сидела я на этих я тут всех грязная надо идти мыться вот и это тут и кушка с нами тут и слушайте так сейчас ну я с собой телефон не брала ходила на другую сторону туда там же эти орхидеи орхидеи дикие короче морковку вот здесь вот посеяла между редиской ну посеяла чтобы зайдет так зайдет и кошка моя возле орхидеи так красиво лежала за курочками следила а потом как побежит это за курочками а рыжие за ней она от них ну короче интересно было вот у нас уже появляются артишоки ну вот фиолетовый такой же один даже большой надо посмотреть там что-нибудь проявилось или нет вот короче слушайте разращиваем этот огород как справляться будем не знаю ну у меня в этом году будет меньше цветов поэтому будем работать в огороде у нас здесь так уже так красивенько получается хоть ты столик ставь правда же ой все мои девочки пошла устала смотрите какая красивая эва на заходе солнца прям такие хорошие цветочки тут у вас у нас эту ночь было ноль я прям переживала но это явно не боится какие красивые граньте на них ой все мои хорошие там вон груша тоже цветет все пошла пошла все просыпается самое главное чтобы сейчас не было больших возвратных заморозков это конечно катастрофа ну а зэта ну а зэт у него ли мизон ну а зэта курочки сейчас до восьми вечера будут конечно пастись но уже вот приближаются они к своему домику моя куда-то звезда куда-то спрятала самуна она сидит под этим видите он сидит под курятником там там тоже мышка всякая у него ревизон у него пошли моя хорошая пошли вот бабочки летают эту бабочку все-таки она словила сейчас ее ловила в этом теплице сегодня я там работала вот и это и она словила ее потом принесла нам на террасу смотрите моя бузина видите взялась тут такие уже сухие были такие лесочки коричневые может она коричневая будет у меня вот так что хорошо ой есть конечно что вам показать немножко но послушайте я в этом году не могу работать и снимать это я не смогу ну и вообще немножко так завязываю как бы там смотрите эти дикие вишни эти лесливы там цветут все тоже как-то быстро в этом году отцвело все тюльпанчики вон закрылись такие красивенькие вот нарциссы хорошо цветут да долго держатся так но у меня их очень мало вот надо было бы конечно подкупить вот ну все мои хорошие я пошла пошла мыться что-нибудь перекусить надо устамшие посмотрите вы помните это моя роза которую я подрезала вот такие прекрасные пустила побеги так они еще и с бутонами уже смотрите вот умничка ты моя здесь вот у нас позавчера был очень сильный ветер и конечно же молодые побеги побивала тоже посмотрите как красиво зацвел персик красавчик такой крупный крупный так цветет красивый ну вот персиков я делала только один раз за все это время то что они потом начинают болеть я в принципе и вырезала его впереди здесь ближе к огороду саду потому что ну падают листья и заражают тоже землю а так красиво конечно сегодня двадцать восьмой у нас число посмотрите видите это все мои капусты капуста пакчоу потом шуравы это кальраби капуста кальраби взошла потом такая капуста типа цикория тоже называется мизина мизина такая кустиками такая похожа на мать мачиху вот тоже вот взошла смотрите они уже вчера были эти некоторые повсходили вот на четвертый день буквально ну вот люди писали что очень хорошо всхожесть ну вот не взошла только свекла посеяла не знаю здесь вот с одной стороны только петрушечка взошла здесь базилик базилик она сажала это красный перец взошел тоже кстати дома у меня длинные перцы тоже взошли ну вот короче не знаю что тут будем делать это вчера вот муж привез на выброс было в теплице у моей подчерицы и у его зятя вот мы забрали я их выхожу пересажу будут цветочки мне помидорчики перчики стоят слушайте перцы пересадила ну вот кто-то говорил из блогеров кто занимается ну вот пятый листочек я вижу пошел что они потом стоят как вкопанные после пересадки после чего этого это как их называют пикирование не знаю что будет ну что нибудь же будет но зато базилик какой хороший фиолетовый прям пять кустиков таких будет добрых смотрите как хорошо наш каки то есть хурма распустилась фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу боюсь уже говорить потому что чтоб только забросков не было смотрите как здесь красиво у меня тюльпаны примулы выскочили такие ну они давно выскочили но сейчас такие прямо после полива полива такие хорошенькие становятся ой красота походу я зову кошку походу все курочки у нас тоже новозеты приходят ой она так вчера красиво лежала в этих оркидеях диких вообще замечательно красавица такая где она сейчас вот у меня где-то ж спит наверное видите сколько орхидей вот даже не знаю что с этими гиацинтами делать послушайте как их сохранить сейчас сразу высадить где-нибудь в лужаечку там где мало поливается даже не знаю посмотрите мне моя подружка подсказала она где-то видела на ютубе не знаю где метод сушки сухариков потому что я их обычно выкладываю вот так да и потом переворачиваю несколько раз а так вот они будут сушиться одновременно вот я буду ставить где-то 100-110 градусов минут на 15 на 10 сначала я боюсь пережаривать вот посмотрю как они подсушатся и потом уже буду складывать в коробочку потому что прошлый раз я испекла большой бриошь он у меня получается на килограмм ты моего мужа и он несколько последних четыре наверное кусочка выбросил они у него это как это пошли плесенью покрываться естественно он и съедает сразу много и поэтому там неделю он есть он любит такой когда вот бриошь такой немножечко уже подсохший и потом его разогревают в тостере вот ну а вот эти сушеные сухарики они вообще идеально они очень вкусные вот поэтому смотрите подставляем вот так вот вниз и выкладываем между решеточкой я если честно я не знала ой вообще какой хороший метод обалдеть всем привет 30 марта 2023 года послушайте я сейчас иду я тут увидела появились артишоки у нас я поеду ой надо кстати взять куда мне их положить 3-4 штучки уже можно собрать сегодня артишоков здесь смотрите это то что вот мне муж привез с этого с питомника все эти уже полумертвые эти цветочки сейчас я их почищу присажу такая у нас погода вообще обалденная сегодня вчера было тоже тепло с утра как-то пасмурно дождей конечно нет вообще но вот днем поработать приятно смотрите какой красивый тут хурма моя замечательная сейчас пойду покажу вам артишоки послушайте сейчас глянула календарь лунный я тут это три дня боялась смотеть календарь потому что смотрите рожи стрижу травку говорю не стриги эти ромашечки где с травки оставляй нам ну вроде бы услышу там еще мускари у меня есть я говорю мускари тоже оставь вот короче мы тут три дня сажали я говорю где то есть плохой день я сразу не посмотрела мы еще клубнику вон там высадили я там и цветы сажала и все на свете вот сейчас думаю ну посмотрю лук же собралось сеять сегодня не сеять а присаживать молодые смотрите луковинки ой завтра ничего не надо делать а сегодня прям вообще зеленый день сегодня можем все сажать вот поэтому я говорю Мариса сейчас я посажу мои эти анютины глазки или как их там да смотрите но этот еще маленький так здесь картошка а вот здесь вот сейчас вы видите какие тут махины вообще огромнейшие они просто монстры и вот этот видите этот уже можно собрать и здесь вот еще один дед и вот этот можно собрать видите и вон там уже малыши лезут рядышком так что я их сейчас срежу и еще у меня там вот есть зайцы ой что-то у него опять сломалось господи у него эта машина ломается без конца и там он еще за этим за заборчиком тоже есть один большой артишок курочки там поют вапсу смотрите какие два красавчика вы видите вот прекрасных а здесь смотрите это шелковица которая вот с ягодами мы не знаем только черная или желтая вот уже смотрите какие прекрасные сережки так что попробуем ягодки в этом году пойдем курочкам собирать еще один артишок потому что ну они еще такие малюсенькие нечего есть можно сказать ну что мои курюшки ну я вам сейчас ничего не дам а и вон наша кошка кошка наша вышла из лукошка курочки наши кошечка моя гоняют тебя куры да ну азет гоняют ну правильно дело вот особенно рыжухи рыжухи а вот это смотрите какая красивая черно-рыжая это наши из последних такие красавичные вообще а вот это яйцо девчонка что я вам показывала которое огромное там девочки в комментариях написали эти курочки уже видите уже прячутся в свой шалашик в тенечек им жарко посмотрите что я им ничего не принесла вот то яйцо было что девочки написали там наверное два желтка нет там был один желток но огромнейший конечно ну девочка я не знаю слушайте я что-то сижу так на похудение типа желтки нельзя есть я не могу от них отказаться вы понимаете вот чем дело они такие вкусные смотрите так тень падает видите какой красавчик Марисе я вчера Марисе сказала вот он почистил немножко и смотрите не знаю что с капустой это делать капусты не это пережила зиму это это капуста романеско по-моему романеско или это нет брукули у меня была брукули романеско а вот здесь вот смотрите здесь наверное это уже ее семена видите мне кажется что это семена да только вот я не смотрите да это семена может быть сама подсеется еще к тому же ну я семена замирать не буду девочки ну нафиг называется такой красивый розмарин здесь послушайте а у меня в этом году там очень плохо цветет через веточку а здесь прям такой красавчик цифинир уже слушайте он не может завести я уже не разговариваю с ним а то он будет сердиться так ну смотрите моя хорошая короче подкормила я этим своим зеленым удобрением клубнику и упросила мужа чтобы он мне принес соломы но правда он принес и сам обложил все эти наши клубнички наши страубери потому что послушайте он на это как бы на это покрытие наложил навоза чтобы навоза землей чтобы не улетал и короче теперь вся клубника была в этих навозах поэтому слушайте будем надеяться что все возьмется потому что ну на самом деле мне кажется мой муж переборщил с навозом ну говорят клубника любит навоз ну вот и посмотрим мои хорошие все я пролила сейчас остатками этого зеленого удобрения два своих кустика это черной смородины она прям один прям хорошо пошел из земли а так они полумертвые конечно кустики были у меня сейчас буду заделывать новую порцию ну не сейчас но следующую порцию вот нарвую этих жирных трав заделаю потом на следующую рассаду короче все я могу идти сейчас будет фильм смотреть буду ну и у меня там еще работы конечно на террасе полно так ну вот смотрите мы посеяли здесь три луночки лука он называется красный ред барон красный барон он такой длинненький бордовый там еще штук сорок осталось для рожей и потом между ними девочки уж не знаю это будет хорошо или плохо у меня когда вырастут эти рассада свеклы я еще свеклу здесь посажу ну у нас местом ограничено поэтому как есть пошла ставить артишок и смотреть кино послушайте 3 апреля посмотрите у нас уже сколько бутончиков розочки хорошо отреагировали на то что я их вот обрезала покормили мы их поливаем смотрите видите бутоны везде 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 видите на каждой веточке заканчивается каждая веточка заканчивается бутоном вот это очень правильная розочка у нас получилась вот так что будем цвести здесь то же самое смотрите это плетистая вот каждая веточка заканчивается бутончиком плетистые конечно нужно выкладывать на 45 это у меня это как же ее розовая это парфюмированная роза выскочила лагуна лагуна вот я из нее варенье варила их конечно нужно укладывать я вот здесь попробую потом так немножко привязать потому что им надо хотя бы 45 градусов я обрезала когда я их обрезала я это вырезала это гранд вид тоже смотрите какая блестящая красивая такая роза тоже видите бутончики какие шикарные вот ну молодцы девочки короче вы меня не подвели вон видите на голых этих ветках новые идут побеги веточек полно бутонов ну это фреза ваниль клубника ваниль вот тоже я ее хорошо подрезала я очень много вырезала она наполовину была мертвая тоже так зазеленела прям молодцы молодцы девчонки ничего не скажешь вот вот у нас это рожи там уже перепахивает свою эту землю посадил лук который я ему оставила довольны рожей лежает фель вот у него тут помидорчики такие ну вот видите не все сорта хорошо пошли вот этот сорт что это я не знаю там какой сорт не вижу этикетку хорошо пошел маринованные грибочки буквально за 2-3 минуты вот быстрого скорого употребления то есть их хранить нельзя будет вот они мне сейчас вот закипают вот минуту кипят и я их уже выключаю значит что у меня там у меня там вот здесь 500 ну может быть 400 граммов молодых шампиньончиков свежих потом мы берем где-то третью часть воды да от веса шампиньонов добавляем туда соль сахар уксус у меня яблочный уксус на ложка полторы там допустим столовых но перцы горошком чеснок у меня два зубчика потом чеснок у меня сухой вот я добавляла пробовала рассол и укроп я думаю что очень хорошо будет тоже и фенхель и петрушка и кориандр то есть базилик ой это это кинза смотрите какие у вас эти вкусовые пристрастия вот и всю эту водичку немножко оливкового масла там ну чайную ложку может быть чуть больше посмотрите тоже сами можно вообще не добавлять масла и короче закипячиваем этот рассол грибочки вот только как они уселись видите они сначала были у меня прям полная кастрюлька такая с горочкой теперь они сами дали свою водичку все мы их остужаем и их можно уже кушать вот естественно что если они постоят у нас это в баночке в холодильнике до ночи то завтра они будут еще вкуснее ну вот такие дела так что кому интересно попробуйте так вечерняя яичница с шампиньонами вот они у меня прожаренные с двух сторон здесь у меня болтушка из шести яиц три желткун три белка отварной шпинат и где-то ну полстаканчика молока не больше так вот заливая и запекаем на медленном огне поверьте мне что это просто обалденное омлет получится большой поэтому кусочек не останется еще и не завтрак вот и вуаля ну вот смотрите девчонки у меня вот такой вот ужин у меня здесь вот белковый омлет полубелковый полужелтковый немножко ветчины куриный и салат такой вот ветчка капуста свежая морковь и что же там у меня еще и это а я не знаю как называется кальраби вот так что все вкусно просто и